В Армении продолжают испытывать послевкусие от решения Европейского парламента, ЙОП, который одобрил резолюцию, рекомендующую оценить перспективы получения Армении статуса кандидата на вступление в Европейский союз в ЕС. Само решение ЙОП ни к чему не обязывает, принято оно даже без обращения Республики Армения с просьбой рассмотреть вопрос вступления Армении в ЕС. Но и премьер-министр Никол Пашинян, и спикер парламента, и множество политиков и государственных деятелей Армении приветствовали резолюцию ЙОП. А затем стало известно, что Ереван сейчас разрабатывает некий документ по сотрудничеству с ЕС. Армения уже попалась на европейский крючок обещаний. Отвечая на этот вопрос известный российский телерадиоведущий, историк, политический обозреватель Гия Саралидзе отметил, что ЕС использовал ту же наживку, на которую в свое время ловили Грузию, как только у страны возникают определенные трения с Россией, тут же появляются Евросоюз, Североатлантический Альянс, которые начинают довольно активную работу. Акцент делается на проблемах с безопасностью, геополитическом положении и так далее. А Евросоюз заявляет, что якобы готов протянуть руку помощи, и об этом даже просить не надо, так как ЕС уже здесь. Европейские структуры на протяжении многих лет раздавали гранты некоммерческим организациям и общественным движениям Армении, которые занимались так называемой информационной обработкой, работали с журналистами и СМИ. Европейцы со своими грантами появлялись без всякого приглашения. Так было в Грузии и многих других странах постсоветского пространства. Это системная работа, которая готовила соответствующую почву. Количество неправительственных и некоммерческих организаций в Армении просто зашкаливает. Надо отметить, что в Армении антироссийские настроения присутствовали еще с начала девяностых годов прошлого века. Это в российских СМИ представляют ситуацию таким образом, что они возникли только после того, как на политической арене появился Никол Пашинян. Ничего подобного. Были антироссийские настроения и раньше, они основывались на претензиях конца КСИКС, начала XX веков. Они не исчезли, а со временем только усилились. Собственно, эти настроения и предопределили появление Пашиняна. Вспомните, как называлась партия Никола Пашиняна «Ёлк», то есть «выход». Откуда «выход», понятно, это название с двойным дном. Речь шла о выходе из-под влияния России. Ясно, что ни по каким критериям Армения не подходит под стандарты Европейского Союза. Кстати, Еревану достаточно быстро на это укажут. Соседняя Грузия давно была лучше подготовлена, но только недавно получила статус кандидата в члены ЕС. Судя по Турции, в этом статусе страна может оставаться десятилетиями. Евросоюзовская морковка настолько примелькалась, что казалось бы к ней все должны относиться со скепсисом. Но в Армении идея вступления в ЕС ложится на благодатную почву. Сама резолюция ЙОП касается Армении. Так к чему же надо было добавлять дополнительные антиазербайджанские предложения и тезисы? Или это сделано для того, чтобы наживка для Армении была вкуснее? Конечно. Люди в Европе, которые занимаются этим направлением, понимают самую болезненную точку в Армении, это проигранная война в 2020 году, нынешние процессы, в которых задействованы Азербайджан и Армения. Европа обещает армянской стороне всяческую политическую поддержку именно по вопросу армяно-азербайджанского противостояния. Это именно то, на что в Армении клюют. Европейская кампания по охмурению Армении действительно носит явный антиазербайджанский характер. Вы упомянули, что резолюция Европарламента попала на благодатную почву в Армении. Вспоминаются результаты недавнего опроса Международного республиканского института, в Айре, в Армении. Важными политическими партнерами и партнерами в сфере безопасности для Армении респонденты назвали Францию, США и Иран. Уровень отношений между Арменией и США и Евросоюзом опрошенные оценили как хороший, под 90%. А вот уровень отношений с Россией назван плохим, так считают две трети респондентов. Я думаю, что эти результаты более или менее отражают настроение армянского общества, судя по тому, что я вижу в армянском информационном поле. Но ведь от географии никуда не деться. Отношения Еревана с Вашингтоном ЕС, по сути с Францией и Тегераном оценены как хорошие. А можно ли Армении запустить в регион, например, Соединенные Штаты Америки и при этом сохранить хорошие отношения с Ираном? У меня есть большие сомнения по этому поводу. Армения – это не самая большая и сильная страна, она находится в окружении Турции, Азербайджана, Ирана и Грузии. Нет выхода к морю или к каким-то другим государствам. Армения обречена на существование в имеющих сериалиях. Могут ли Франция или Евросоюз обеспечить безусловную безопасность Армении, как бы она себе не вела? А есть и другие глобальные игроки. Может кто-то представит себе, что из-за Армении в один ряд вдруг встанут Китай и Индия, Франция, США и Иран. Но к чему все эти действия, заявления звучащие из Армении и стран Запада, приведут? Евросоюз Еревана не светит, это понимают все кроме армянской стороны. Выходить из Евразийского экономического союза – ЕАЭС – ранее выгодно, однако нельзя участвовать одновременно в ЕАЭС и ЕАЭС. Но на уход из организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Армении вроде бы настроена серьезно – Никол Пашинян даже намекнул, что это произойдет до конца 2024 года. На мой взгляд, курс уже взят, и я думаю, что в ближайшем будущем, может в этом году, а может в следующем, Армения предпримет шаги по выходу из ОДКБ. Кстати, Европарламент призвал наращивать сотрудничество с Арменией в вопросах обороны и безопасности на фоне пересмотра Ереваном своего участия в ОДКБ. Что стоит за этим сотрудничеством? Как оно в свое время помогло Грузии? Это уже вопросы десятые, в Армении они не рассматриваются, им кажется, что у них будет другая история. Продолжение следует...